А знаете ли вы, что такое Лукбокс? Это единственный сайт по открытию кейсов с брандовыми вещами. Самые дорогие и оригинальные вещи только у нас. Если вы впервые на нашем сайте, у вас есть возможность открыть бесплатную коробку. А также зовите друзей для получения денежного бонуса. Успей забрать все самое дорогое первым на сайте Лукбокс. Все ссылки в описании. Здарова, 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 здарова. Сейчас еще я взварю, выйдем на балкон. Спешл подключение транса. Спешл подключение. Мы тут с фандомом поговорим за движ Париж. Ребята из фандома, которые подрубились, пригласите своих чуваков на трансляцию, чтобы вы друг друга нормально поняли. А то я так понимаю, где-то речь, что-то крышак едет немножко. Там просто что-то прислал. Привет, привет, привет. Да, сверху сделано, осталось ебашить вытяжку. Сейчас я, кстати, переверну, порасскажу. Петрозавод, может быть, осень. Короче, это рейки привезли. Будут... В спальню, короче, ебашить на потолок. Сейчас я переподключусь. Да, сори. Рочев тут не будет, сын Петах. Я еще Рочев позвонил, просто сбил трансляцию. Сори. Пока, короче, народ набирается, я, типа, хотел пообщаться с фандомом, расскажу, что я, короче, успел замутить. Вообще, короче, это мое место под студию, я еще тут не обшивал. Лампа от Горечи, стол от Горечи студио. Паша на гитару, Паша на гитару, моя басуха. Подарок, комбик от Паши. Микрофон, Роуд К2. Короче, АК, МПК, не помню, в серию, 249 клавиш. Так, сейчас. Еще, он с виду обдолбанный, потому что я всегда уставший, не знаю. Что такое. Сейчас, подождите, прикурю этот. Вроде, гостевой туалет, симпатично сделали. Хабаровск, да, короче, есть части тура, зомби надо хранить, это просто, ну, типа, тур. Ладно, все фигня. Короче, это, тут транса вообще для фандомных чуваков, и чуих, собственно, чтобы разобраться с тем разговором, который мы начали в... Сейчас я отвечу, в СИП, это все осень, ребят, все осень. Сейчас я кое-то, сейчас я сделаю. Короче. Мне нужно знать, а чуваки из фандома пришли на трансляцию или нет, потому что мне нужно поговорить с ними. Ребят, я про города сейчас четко не скажу, но, типа, это, господи, как Новосибирская магистраль называется, вот она во второй части тура. Можно понимать, потому что там первая часть это, это Эжи, Гринфилд Норм. Первая часть тура находится в Московской области, поэтому логистическая. Во второй часть тура мы пихаем еще больше городов, их будет дохренища, у нас там будет тур длиться два с половиной месяца, по-хорошему. Вот. Ребят, я уже отвечал, где учился в ТГУ на экономическом, на экономическом, точнее, я на разных специально учился. На первом курсе на одну, на второй перевелся на другую, но на экономическом факультете. Блять. Сейчас, секунду. Приготовление, просто тут базар серьезный. М9 дизайн, привет. Какой-то самый первый музей-инструмент приобрел, это не сэмплер, а миди-пад. Короче, это был маленький Акай на 8 падов. И, по-моему, там было 8 фейдеров. Я взяла печенье. Я готов к трансиве. Ну, сука, блядь. Привет, Даня. Даня, когда приходил, изображал дверь в туалете. Чтобы она хотя бы психологически там была. Стрим на дату не буду. Вероятно, никогда. Вероятно, играть никогда не буду в нее. Так, в общем. Короче, фандомыч. Сейчас попробую телефон разместить так, чтобы он не падал. Чтобы у меня были руки свободны. Скорее всего, из-за этого ничего не выйдет. Чтобы до коники еще не разместить эту треногу. И в итоге приходится... Чебу дучить под углом. Не падай. Вроде все четко. Итак, фандомчики. Давайте мы с вами немножко разгребемся. Тут есть чуваки, которые из трейдов прям. Которые сейчас обсуждали. Насчет того, что есть фан-сообщество. Отдельный фандом. Насколько я понимаю, люди... Ну, помимо того, что пишут фанфики. Рисуют арты, обсуждают что-то между собой. Устраивают идеологии, поведение. Дом подобное. Я в этом разбираться не могу. Никогда не состоял, блядь. Ни в фандоме, ни в какой-либо еще такой движухе. Вот. И... Базар следующего характера. У нас сейчас завязался разговор. С тем, что Гэнстер Хасла, если кто-то знает такого... Четника из Твиттера. Он хотел найти статью, объясняющую, что это такое. Вот. Ну и моя подруга Лера Халлес написала о том, что есть пару дней, короче. В данном явлении. И вот. Не буду называть, чтобы там лишние люди вдруг какие-то долбоебы полезли, там, оскорблять человек или еще чего. Одна девчонка там написала, типа, ха-ха-ха, Лера Хаус. Чтобы писать статью о фандоме, нужно в нем разбираться. Поэтому ха-ха-ха, Лера Хаус, извините, это не бытие нашло. Хотя Лерка написала о том, что просто хочет написать свое личное мнение, основанное на личном опыте. Неприятном, судя по всему, который исходил от фандом. Написала, собственно, что к чему-то предъявлено. И сейчас начался какой-то пиздец. То есть, там, вплоть до того, что мы никого там, ну, не гнобим, а считаем то, что фандом это исключение, там, долбоебы какие-то сумасшедшие. Вот. Хотя ни в коем случае. Тут вопрос стоит несколько другого характера. Что люди, которые состоят на доме, я так понял, по крайней мере, насколько у меня хватило для думалки, что вы хотите, чтобы о вас никто ничего не знал. Ну, то есть, не обсуждались ваши действия. Если это так, что-нибудь отпишите, мне махания руками не нужны. Если вы хотите, чтобы вас не поливали ганом, типа, вообще, ну, нисколько, скажем так, не контактировали с вашим миром, как я понимаю. И махали, махали. Про фантомы, про имфри. Да. Да, не надо с нами контактировать, короче, типа, пишут. По крайней мере. Наш мир – это наш мир. Хорошо. Я ваше мнение понял. Если ваш мир – это ваш мир, это абсолютно ваше право, ну, типа, находиться в нем и делать там что угодно. В принципе, казалось бы. Но некоторые люди из вашего сообщества, которые, я не очень понимаю, чем занимаются, ладно, там, ваше дело. Там, роу-плеи всякие, вот это сумасшедшая херня. Я этого понять не могу, ладно, это ваше дело. Ох. Вы же делите в реплай, вы же пишите комменты, вы пишите в ДМ и порой делаете всякую хуйню. А то и РЛ творите какую-то хуйню. То там, представьте, кто-то там с кислотой может длинуть и тому подобное. Короче. История дофигища. И вот. Некоторые люди публично могут эти ситуации осветить. Да, это хуёво, то, что освещают такие ситуации. И ставляя условный хештайд «фандом», то есть причисляя эту ситуацию к вашей движухе, создаётся впечатление, что у вас там поколоны все идиоты. Но. Как людям поступать? Молчать о хуёвых ли ситуациях? Или не ассоциировать их с фандомом, если люди прям чётко оттуда приходят, чётко оттуда приходят с твоей хуйтой? Правильно? Да что ты случишь с кислотой? Не буду рассказывать, я просто читаю ещё ответы. Да торчит, дописаться он, слушай, он же один, как я понимаю, работает. Просто на время нет. Я сейчас слушаю. Пашки салют. Контактировать, я имею в виду, там, что-то не писать, ещё что-то. Да, пишут и здесь, долбоёбы. То есть и люди сейчас в Тритере, с которыми мы это обсуждали, обижаются на то и как бы не хотят, чтобы об этом писали. При том, что люди из их общины, называем так, субкультуры, может, даже так это можно назвать, говорят хуйню. Почему артисты, которым люди из вашего общества делают какую-либо хуйню, должны молчать о том, что они делают хуйню? Раз это ваше общество, то в вашей ответственности люди, которые там причисляются к этому, к этой всей движухе, разыгрывают ролик плей, пишут панки, обсуждают это в ваших чатах и тому подобное. Вы же коллективно можете контролировать мнение? Мне часто предъявляют, типа, вот у тебя, вот у меня там стая, четыре, пыльца, тыры, пыры, но у меня нет чата, блядь, со стая. Я могу разговаривать, вот, вот, я в трансляции, у меня в группе написано, никого, блядь, нельзя у меня оскорблять, кого-то оскорбляешь, там не важно, меня, кого-то в группе, кого-то из артистов или еще какую-то хуйню, ты идешь нахуй в бан. Вот, и типа, я стараюсь это отписывать всегда, когда выхожу на контакт с аудиторией. То есть, типа, по возможности, скажем так, своего медийного влияния, я своей аудитории стараюсь объяснить, что не нужно себя вести, как гандоны, блядь. А вместе с этим люди пытались предъявить меня. То, что, так, поясняй задолбить, что ты мне... Сори, я сейчас, сейчас, это, читаю. Стараюсь, я просто сейчас высказываю мысль и очень-очень много пишут. Так вот, и мне тебе предъявляют, вот там у тебя стая тоже рыпается. Я не могу за всеми пиздюками следить, если не говорят хуйню, потому что я не сижу с ними в чатах. Но если ваши долбики, которые с вами находятся внутри движухи, с которыми вы постоянно контактируете и с которыми выстраиваете некую общую мораль вашего поведения, то именно вы ответственны за их поведение. Никто не считает полностью вас там толбоебами. Но у меня личная просьба, я не знаю, как у остальных, короче, разберитесь с шизоидами, блядь, пожалуйста. Потому что они доебывают. Вот девчонка меня спросила, типа, почему бы не разобраться в этой движухе? Объясняю почему. Потому что я не могу полезть в дом и начинать там раскидывать, типа, за всю хуйню. Потому что у меня дома на это нет времени. У меня есть время на то, чтобы читать книги, смотреть фильмы, проверять новости, общаться в интернете, чтобы, чтобы копить материал для музыки. Я это все переформирую, в итоге выливаю в текст. Смотри, у меня тут 10% осталось. Выливаю в текст или там в музыку и, собственно, занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Либо там занимаюсь бытовухой, потому что, о, ужас, у меня еще есть личная жизнь. Вот. Таким образом, говорю еще раз, повторяю просьбу, пожалуйста, если уж вы обижаетесь на то, что упоминая о хуевых случаях проявления фандома, и это, типа, задевает вас, как общество, то не нужно на это обижаться. Если вы это не контролите, значит, вы не должны себя ассоциировать с фандомом, как с общим существом, да? Если вы же на это обижаетесь, то контрольте своих долбоебов. Долбоебы, которые на меня рыпаются, это не моя ответственность. Это ответственность того сообщества, в котором эти долбоебы находятся. Все, я теперь читаю ваши реплайсы. Ссори, что сейчас не читал, поэтому сейчас немножко помолчу и посмотрю, что вы мне пишете. Я не могу пролистнуть вверх тупо, потому что на меня телефон упадет все время. Блядь, вот как знал. Так, у меня телефон вообще заряжается. Я читаю, я читаю. Ты хочешь донести, что я с телефона... Курс, салют. Блин, я не понимаю. Да, телефон заряжается, просто холодно на балконе. Сейчас я еще сигу покурю и, видимо, отрублюсь, поэтому я внимательно читаю, что вы сейчас пишете. Не смотрел стрим с царем? Нахуй мне смотреть стрим с царем? Чего там интересного? Иду на Металлику в 2019. Вот, еще мне претензии кинули, что я, типа, не общаюсь с венами, ну, блядь. У вас нет идей, проехать в Ташкент. Возможно. Да ебаный, перестань, перестань, перестань падать. Не всегда 12-летние отморозки пишут фанфики. Ну, их пишут взрослые тёпкие, сука, блядь. Раз фандом невозможно контролировать, то им не нужно обижаться, то, что о нем пишут плохо. Ну, типа, плохо о проявлениях. Макс, салют. Конечно, адекватов много. Я поэтому удивляюсь, что адекватные люди из фандома начинают, типа, сходить с ума, когда описываешь проявление долбоебизма. То есть, там, откровенно говоря, люди в сети желают, блядь, смерти людям. Это ненормально. Я об этом еще, по-моему, в прошлом году, летом, даже ролик в Инстаграме записывал по поводу этого. Конечно, нельзя судить. Я и говорю то, что мы, как публичные личности, не обобщаем, типа, движуху за счет исключительных. Но нам кидают претензии, если мы рассказываем о хуёвых проявлениях фандома. В комнате хуёвая температура, потому что это, блядь, не комната, а балкон. Стоп, ты не можешь контролировать долбоебов из своей фан-базы, но просишь фандом контролировать идиотов из их общей, с которыми они не контактируют. Вот, поясняю, я привел вот эту предъяву к стаям, как пример насчет контроля. И я знаю то, что я не могу контролировать всех людей, блядь, вокруг. Особенно тех, которые просто так решили себя назвать, типа, стаямами, и все. Хотя у меня есть, там, собственно, вот. Не то, чтобы правило, а наставление. То, что там, относиться уважительно друг к другу, не оставлять никого. Типа, все имеют равные права и тому подобное. Типа, это нормальное гражданское общество, которое функционирует на равных. Вот. При том, что мне прилетает эта претензия, я, как бы, основываясь на стандартах, к которым мне кидается эта претензия, возвращаю эту претензию вам. Вот. Если такая штука не работает, то, значит, и претензия аннулируется. Читаю дальше. Ты испугали за девочку Настю какую-то? Ром, как назвать кота? Кота назови ублюдок. Коты-ублюдки. Новый мерч будет обязательно. Короче, я так понимаю, ну, ничего не отвечает нормального. Я, ну, такую тему объясню просто насчет вопросов со стороны фанатов. Я, будучи фанатом какой-либо группы, мне всегда было интересно посмотреть, что они говорят конкретно о музыке. То есть, если, допустим, не нравится, что они мутят музыке, мне интересно, как они, блядь, сука, ее пишут. И вот. И вот. А я никогда бы не додумался спросить артиста, никогда бы не додумался спросить артиста, а во что он одевается? Или там, какие сигареты он курит? Или какую-то еще херню там? Или личную байду? Потому что дело, ну, человека, это не связано с тем, за что мне там определенный артист или определенная команда нравится. Вот. И поэтому я там на какие-то вопросы не отвечаю, потому что они, ну, откровенно глупые. Я понимаю, что это все интересно, там, для этого есть интервью, или уж если вам интересно, какие я, блядь, сигареты курю, то разглядите. Поэтому тоже мне эта претензия была сейчас на деле непонятна. Так, короче, если подобные еще остались здесь, мне нужно понять, мы с вами вопрос решили или нет? Я хочу услышать четкий ответ. Еще мне понравилась претензия, блядь. Не надо фамиллярничать с девчонкой, она этим никто, почему ты называешь ее Катюхой? Ну да, как я буду обращаться к человеку, который называет меня Локимем? Наверное, это не фамильярничество, да? Это же все рофло, типа я при этом не, ну, я при этом не унижаю человека, когда так говорю. Курт клевый, что думает? Курт клевый. Ты бреешь лобкового волоса? Вот, вопросы охуенные пошли. Я не вижу четкого ответа от фандома. Типа мы разобрались или нет? Локимема называемая, а не Локимен. Потому что Локимин. Вторая часть тура будет объявлена, ну, короче, надеюсь, зимой. в конце зимы. Много людей думают, что у меня фамилия Локимин. На самом деле, это не моя фамилия. Рома, твоя трансляция не подходит для решения подобных вопросов. Почему она не подходит для решения подобных вопросов, если я четко выражаю свою мысль, пишу, жду ваши ответы, пытаюсь прочитать, и вы мне не пишете эти ответы. Зато у меня потом миллион претензий в твиттере накидаете, блин. Почему мерч такой дорогой? Блять, он здесь лежит, да? Нет? Вот, сука, смотри. А, это не мерч. Короче, я сейчас не пойду за кофтой. Во всю спину вышивка, спереди принт, сшита по собственным рекалам, и эта толстовка теплая. Именно поэтому она стоит 4 500. Не нравится? Ну, идите вы ищик, покупайте вещи. Ну, типа, камон. Фит с Жаком в 2024 году. Новый звук до альбома навряд ли будет. Так я не обобщал, я ни разу не сказал, что фандом долбоеба, блять. О чем разговор-то? Бурлите из-за своих, ну, доебок. где я не хочу выслушать. Я сейчас спрашиваю вас. Можете здесь написать. Я послушаю. Бэмшоп, короче, пока не работает. презентация в Киеве будет. Все клево. Я не хочу баттлить. На улице узнают. Дзенцовки в мерч не буду запускать, они были в единичном экземпляре. Детский хор будет. И я вот сижу, жду ответа от фандома. Ну, типа, кто-то написал. Да, короче, логики порешали. И я не вижу, ну, типа, других ответов. Люди, которые доебывались, не пишут ответ. Почему? Вот, как правило, любой срач начинается в Тви. Когда я беру, блять, за шкирку людей, начинаю им что-то пояснять. Когда я им просто по фактам раскладываю информацию, как бы, блять, нахуй, не знаю, пережевывая в белковую кашу. Они ее усвоить не могут. И просто у них не хватает смелости признать, ну, блять, своих проебов. Гитару я еще не освоил. Посмотрим. Ну, блин, проблема. У меня очень близко посажены струны к грифу, и они дребезжат. Рома поняли. Хорошо. Спасибо. Хорошо, раз вы там посмотрели, с вами передайте. Потому что я не хочу, чтобы были какие-то конфликты из-за какой-то, ну, типа, хуйни непонятной. Люди додумывают кучу всякой байды. Мне кажется, самое грамотное это вот там трансляция. Вот здесь, вот сейчас, вот я с вами там говорю. Вот. В Казахстане планирую концерты. Кемерово обязательно будет во второй части тура. на Роще вагонит, потому что он, насколько я помню, залупался на фанфике, и людям не до чего, не до чего было заебаться. А потом он взял на афишу тура изображения одного художника. Вот. О чем он, естественно, не знал. Он просто увидел картинку в интернете, и как любой, блядь, чувак, который делает аппликации в фотошопе, даже не стал проверять, кому оно ничего принадлежит. Ну, его использовал, все дела. Потом кто-то, опять-таки, из фандома это увидел, как раз таки надпись была Art by Me, когда он сделал эту обложку. Вот. И сообщили об этом, ну, автору вот этих трех собак. Сервей, как там у него Инстаграм называется, или что-то такое, очень классный художник. Вот. Естественно, начался кипиш. Чуваки начали его дрочить. Художник написал мне. Вот. Мы с ним поговорили, решили, что-то как, и в итоге заплатили ему в 10 раз больше, чем он обычно получает за свои арты, продавая их для использования. И вот. Об этом было все уведомлено и так далее, но людям, обидевшихся на Рощева, естественно, осталось за что за него цепляться, и поэтому они все его с этим артбами ебут, 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 ебут. просто потому, что, ну, это удобно. Фоги звука, привет. Я не понимаю, вот говорят, арты всегда кому-то принадлежат, Рощев просто долбоеб. Так если Рощев лично извинился, еще и публично извинился, потом чуваку заплатили в 10 раз больше, то, типа, хули его ебать-то дальше? А вот этого понять не могу. Ребят, там про фильмы, ну, сейчас интересно отвечать. Да я не грустный, я, типа, заебаный немного. Вот, еще что-то, сейчас в зале решил на кардио перейти, типа, забил там, ну, на то, чтобы тучаться, сейчас хочу заново высушиться, потому что зимой я набираю, как пиздец, просто. А летом ты постоянно где-то проебуешься, тусуешься, ты не ешь, когда ты, ну, типа, зимой, ты хаваешь постоянно, вот, и надо как-то с этим бороться. И вот я сегодня где-то 400 прыжков на скакалке сделал, и у меня болит кость на левой голени, вот, надо пожрать минералов, наверное. Ром, меня несколько дней называли конч за 500, потому что я по незнанию взял фотку инстаблогерши на трек дешевка. Ну, вот. Да, конечно, я дал ручку три стакана кросса. Как отношения с миром? Церпально, блядь. Ладно, короче, я так понимаю, вопрос решен, все, всем спасибо, давайте, короче, передайте мои слова. я иду в нем, рус, а. наук. Продолжение следует...